Сейчас я вернусь к кельтской астрологии, потому что кельтская астрология тоже в этот раз нам особенно важна. Я думаю, что большинство из вас были в свое время, прошли у нас Таро Кельдов и Друидов. Кто был Таро Кельдов и Друидов? Вернемся к кельтской истории. Почему кельтская история в этом году особенно важна? Потому что очень легко посчитать дерево и старший аркан года. Для этого всего-навсего надо, как обычно, сложить все, что есть в годе и не забыть при этом вычесть единицу. И тогда у нас получается, что это семь, но вычитаем того самого дурака и получается у нас шестой старший аркан. А шестой аркан это вяз и лоза. Это, да, аркан влюбленный. А помните, была у нас тема, где мы по старшим арканам распределяли все страны, все. Где мы говорили, что у каждой страны есть свой фирменный старший аркан кельтского Таро. И фирменный аркан кельтского Таро России это он. То есть как бы Таро говорит, страна номер один, страна в центре внимания в следующем году. Это будет страна вяза и винограда. Страна вяза и винограда это Россия. Потому что двойной такой получается знак. Потому что вязы это северные деревья. Это как раз Новгородская область. Озеро Ильмень. Кто был, кто путешествовал и был в этих древнерусских местах Великого Новгорода. Стоял на берегу озера Ильмень, где зарождалась когда-то российская культура, славянская. А вязы называются ильмами. Вязы это ильмы. А виноград это юг России. Что у нас такая огромная страна, где есть и северные регионы, и южные. И без винограда, и вина Россию тоже представить нельзя. До сих пор специалисты по виноделию говорят, что истребление виноградников в годы Горбачевской антиалкогольной кампании нанесли невосполнимый урон, потому что были уничтожены лучшие селекционные сорта винодельческого винограда. И что ж, если бороться с пьянцем, то надо бороться с людьми, а не с растениями. Ну, логично или нет? Как чудо природы. Эти виноградники истребили же не алкашей. Алкаши перешли на спирт рояль. Кто помнит спирт рояль, продаваемый в канистрах? Как бы пить стали не меньше, а больше, в те годы. А виноград уникальный, которого в мире больше нигде нет. А виноград уничтожили. Ну, это было уже много лет тому назад, но а толку-то виноград не появился, потому что любая селекция это труд на десятилетия, это быстро, на столетия, согласен. Вот это озеро Ильмин, вот оно такое маленькое, а над ним прямо Ладожское озеро, Новгород, Словении. Вот про эти места сказано, там русский дух, там Русью пахнет, поэтому очень актуальна эта карта. Кстати, коллеги, эта карта предполагает рождение ребенка практически от случайных. Это к вопросу о Венере и Северном узле в пятом доме. Помните? В соляре России. Да, да. Это для России вообще сюжет постоянный, вино и любовь. А в 2023 году вино и любовь хотя бы еще принесут полезный результат в виде роста народа населения. Шестой, шестой старший Аркан. Ну, а если мы посмотрим, когда был шестой старший Аркан, в какие годы, то вы увидите, что он выпадал на знаковые годы. Это 96-й год, вторые выборы президента России, которые предполагали уже дальнейший какой-то исторически сильный крем. Потому что Борис Николаевич уже плохо себя чувствовал в 96-м году, а в 99-м вообще уже не смог продолжать занимать эту должность. Дальше поразительное 2014 год, снова вязы лоза, а это год уже, который многое определил в нынешней истории России, Крым и Донбасс. То есть вязы лоза, и вот снова вязы лоза. Поэтому в 2023 году будет решаться судьба России. Но все-таки, возвращаясь к вязу и лозе, я напоминаю вам, что наша школа является одними из хранителей старинных друидических воззваний. Что каждому дереву соответствует волшебное заклинание. Это заклинание на валийском языке. Валийский язык это кельтский язык. Современные британцы те же, далеко не все владеют этим. Вы помните, что это не на английском, вот эти вот заклинания. Это валийский от слова «уэлс». Уэлс это был когда-то один из центров кельтской культуры и цивилизации в Европе. И друиды передавали из поколения в поколение магические восклицания, которые они произносили по определенным поводам, когда было нужно привлечь от деревьев необходимую энергию и силу. И вот поскольку у нас год вяза и винограда, и в кельтском это буква «м», то волшебное восклицание звучит как «муин-муриат». Муин-муриат, эти два слова «муин-муриат» это кельтское заклинание, можно произносить всегда, когда вам потребуется помощь в 2023 году. Ну и еще из тоже волшебного повезет тем, кто посетит, запланирует, ну нам с вами, считайте, повезло сразу, но посетить еще было бы неплохо. Любой город, который начинается на букву «м», можно и в Магадан, а можно в Магдебург, можно, например, в Мышкин, или в Матище, или в Муран, или в Мурманск, а можно в Монреаль. Любой город на «м» принесет удачу в следующем году тому, кто его посетил, и все продукты питания, начинающиеся на букву «м», ну в английском, конечно, языке, в русском они не все на «м», но это кельтская астрология, поэтому мы берем отсюда. Это и молоко, и манго, и горчица, и мясо. Удивительно, что да, год Марса, и буква «м», и «мид», а «мид» это по-английски. Сколько совпадений между астрологиями. Пища Марса – это мясо, и мясо рекомендованная пища по кельтскому году, «мид», мясо, майонез, дыня, ну их много. В общем, все, что на букву «м», это вполне то, что подойдет и будет нести тебе в 2023 году дополнительную удачу и здоровье.